Заслуженные жители Ивановской области в понедельник задали интересующие их вопросы губернатору региона. Встреча прошла за чашкой чая в неформальной обстановке. За одним столом люди совершенно разных профессий – строители, врачи, работники культуры и образования, добившиеся признания в своих сферах. Иван Митин – заслуженный работник сельского хозяйства РФ. Неудивительно, что именно развитие этой отрасли интересует его в первую очередь. Как по-другому, когда я в свое время закончил сельхозинститут и всю жизнь работал в сельском хозяйстве. Поэтому, естественно, где бы там, в каком возрасте, действительно, сельское хозяйство для меня было и останется, наверное, главной отраслью, которую я и знаю, и хотел бы, чтобы она развивалась. И, естественно, для меня это очень интересно. На вопрос о развитии сельского хозяйства губернатор ответил, что в последние годы эта отрасль в регионе претерпела серьезные положительные изменения. Иваново больше не считают зоной рискованного земледелия. Объем инвестиций в этой сфере увеличился в разы. Но и работы еще много. Мы сейчас разработали план, даже долго обсуждали, называть ли эту цифру, но мы все-таки ее назвали. Это не с потолка взятый лозунг, я подчеркиваю. Вы знаете лучше меня, что у нас две трети земель сельхозного значения не обрабатываются. Вот мы объективно оценили ситуацию, что мы за пять лет должны, как я считаю, ввести половину из таких земель в оборот. Это 150 тысяч гектар. Еще раз подчеркиваю, это сказано не ради красного словца. За этим стоят там глубокие расчеты. Хотя мне честно коллеги из моей команды сказали, это достижимо, но очень сложно. Если все прям вот напрягутся. Говорю, значит надо напрячься. Интересует заслуженных ивановцев и состояние дорожной сети региона. Этот год по финансированию дорожной сферы стал беспрецедентным. Удалось ли оптимально грамотно освоить эти средства? Если вы помните, мы в прошлом году ввели так называемое казначейское сопровождение. Хоть меня и отговаривали это делать под разными предлогами, но здесь мы будем идти до конца. Это сопровождение денег непосредственно. Банками, когда они анализируют платежи, и сомнительные платежи не пропускают. Это нам позволило в переговорах на этот год опустить цену на дорожные работы. Второе, чтобы не доверять каким-то субъективным факторам про качество дорог, мы специальную технику закупили, которая сейчас завершила свою работу и уже идет анализ этих больших данных. Техника прошла все дороги Ивановской области. Мы сейчас будем иметь, еще раз говорю, не субъективную, а картину, которая создана роботами. Просто картину, какое реальное состояние дорог у Ивановской области, чтобы принимать решение уже о дальнейшем ремонте, исходя из, еще раз говорю, этих объективных данных. Вопросов много, и все они так или иначе касаются настоящего и будущего области. Заслуженные жители региона неравнодушны к его судьбе. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.